Безответственные шаги Вашингтона, о чем говорили на 8. Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019 года, 15.19 Валерия Маслова пренебрежение к многосторонним договоренностям со стороны США подрывает международную безопасность. Об этом заявили представители России на 8. Московской конференции по международной безопасности. В частности, министр обороны РФ Сергей Шайгу отметил, что Вашингтон вышел из договора о сокращении систем ПРО, ДРСМД, иранской ядерной сделки, а также препятствует нормальной работе ОСХА. При этом глава МИД России Сергей Лавров объяснил подобное поведение американского руководства попытками добиться глобального военного превосходства. В свою очередь, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что Соединенные Штаты оказывают влияние и на политику европейских стран, чьи лидеры также начали отдавать предпочтение языку ультиматумов и браться неоружием. Политика, проводимая властями США, серьезно осложняет ситуацию в сфере безопасности, демонстрируя пренебрежительное отношение к международным договоренностям и институтам. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на «Эйдж» Московской конференции по международной безопасности. «Неконтролируемое и неограниченное развертывание противоракетных систем подрывает доверие, стимулирует гонку вооружений». «Это особенно актуально на фоне выхода Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», отметил Шойгу. Кроме того, он напомнил, что США фактически сорвали нормальную работу организации по запрещению химического оружия, добавив, что внутри ОСХА создаются структуры для очередных фальсификаций, которые лягут в основу агрессивных решений против тех или иных государств. Напомним, ранее в организации началось создание атрибутивного механизма, в соответствии с которым гендиректор ОСХА будет иметь право определять исполнителей, организаторов и спонсоров химатак. Как пояснил постпред России при ОСХА Александр Шульгин, решение о создании этого механизма было принято меньшинством голосов стран, участниц организации поэтому является нелегитимным. Также по теме 100 тысяч тонн дипломатии, посел США пригрозил России авианосцами в Средиземном море действия двойной авианосной группы ВМС США в Средиземном море призваны показать Москве, что она должна изменить свое поведение на. Также Шайгу отметил, что Вашингтон отказался выполнять совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, вышел из договора об ограничении систем противоракетной обороны, а также поставил под вопрос судьбу договора ОСНВ, срок которого истекает в 2021 году. По его словам, выход США из договора ПАПРА показал, что развитие данной сферы направлено на сдерживание России и Китая. Наши партнеры в ходе многочисленных переговоров этот тезис категорически отрицали. Однако в концептуальных документах Соединенные Штаты официально закрепили антироссийскую направленность работ в сфере ПРО, подчеркнул министр обороны РФ. Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что подобная политика Вашингтона создает глобальную напряженность и направлена на завоевание господствующего положения в мире. Серьезный урон стратегической стабильности нанесли такие безответственные шаги Вашингтона, как выход из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности параллельно с развертыванием глобальной системы противоракетной обороны США, которая, теперь это ясно уже всем, нацелена не на оккупирование каких-то узкорегиональных ракетных угроз, а на обеспечение глобального военного превосходства, подчеркнул Лавров. Глава военного ведомства, в свою очередь, еще раз подчеркнул, что заявления о российской угрозе надуманы, но при этом действия Альянса у российских границ и усиление активности в Черном и Балтийском морях ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики Североатлантического Альянса. В ее основе лежит принцип «сам придумал, сам в это и поверил». То есть сами придумали российскую угрозу, сами себя ею и пугают, подчеркнул Шойгу. Мировые конфликты и военные авантюры. Нередко безопасность в мире нарушается вследствие попыток некоторых стран перекроить существующий порядок в свою пользу. По мнению секретаря Совета безопасности РФ, подобные спланированные конфликты становятся очагами напряженности во всех без исключения уголках земного шара. В большинстве случаев эти конфликты являются прямым следствием военных авантюр и попыток отдельных игроков взять на себя роль регионального, а нередко и мирового арбитра. Заставить других членов международного сообщества действовать по их указке, отметил Николай Патрушев. Между тем глава МИД РФ указал на то, что Вашингтон пытается навязать концепцию Ближневосточного стратегического альянса, который провоцирует новые разломы, в том числе по очень опасному конфессиональному принципу. Но продвижение подобных келейных схем, по оценке Лаврова, не решит полезти на израильского конфликта, а кроме того застопорит стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Россия же предлагает объединить усилия в борьбе с общим врагом – международным терроризмом. По оценке главы военного ведомства РФ, теракты в Шри-Ланке подтвердили необходимость такого сотрудничества. Не секрет, что боевики, прошедшие подготовку в Сирии, в последнее время все чаще выступают организаторами масштабных террористических акций в Европе, Юго-Восточной Азии и Центральной Африке. Недавние террористические акты в Шри-Ланке подтвердили давно назревшую необходимость объединить усилия по контролю за перемещением террористов и ликвидацией источников их финансирования. Если этого не сделать, то будут возникать новые очаги терроризма, заявил Шойгу. Он также напомнил о сложной обстановке в Сирии, прежде всего на территориях, неподконтрольных правительству страны, в частности, в лагерях Эр-Рукбан и Аль-Холь. Беженцам не хватает продовольствия, воды и медикаментов, в лагерях отмечается рост инфекционных заболеваний и насилия. Эти проблемы надо решать путем вывода американских подразделений из данных районов и передачи территорий под контроль правительства Сирии, подчеркнул он.